Здравствуйте, дорогие друзья! Это Инсталайф и меня зовут Надежда Мечерякова. Сегодня мы продолжаем прямые эфиры с представителями институтов. И на этот раз поговорим о поступлении в институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Вы, конечно же, как обычно, можете задавать свои вопросы об экзаменах, проходных баллах и учебе в нашем инстаграм-аккаунте КФУ. И сегодня у нас в гостях заместитель директора по международной деятельности Валеева Альбина Альбертовна. Здравствуйте! А также ответственная за прием института фундаментальной медицины и биологии Челимова Екатерина Игоревна. Ну давайте потихонечку начнем со вступительного слова. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, школьники, родители. Сегодня мы пришли к вам сегодня поговорить о нашем институте и об особенностях приема. Наш институт имеет две высшие школы. Высшая школа биологии и высшая школа медицины. Высшая школа биологии набирает на программы магистратуры и бакалавриата по направлению биология, а также педобразование, биология и английский язык. Также есть педобразование заочное, форма обучения. А высшая школа медицины набирает на медицинские специальности, такие как лечебное дело, медицинская биохимия, фармация и стоматология. Каждый месяц уже с начала учебного года, с осени мы проводим дни открытых дверей в нашем институте. Конечно, в начале это были в дистанционном формате, но теперь уже последние несколько раз с марта месяца мы принимаем наших абитуриентов, родителей, родственников абитуриентов, показываем наши учебные корпуса, лаборатории, где в будущем будут заниматься их дети. Так, ну давайте начнем с вопросов. Пока что у нас люди постепенно подключаются. И первый вопрос такой. Когда начинается прием документов для граждан России, а когда для граждан стран СНГ? Прием документов для всех начинается одинаково с 20 по 26 июля, то есть 20 июня открывается система, это социальная сеть Буду студентом, где все желающие могут заполнить заявление, то есть заявление подается в электронном виде обязательно с 20 июня. Но с 1 марта также открыт прием для иностранных граждан. Это не только для граждан СНГ, но также и для дальнего зарубежья, для визовых стран. Те граждане, кто уже на руках имеет аттестаты, они могут подавать заявление, но в любом случае у всех будут экзамены, это летом. Сейчас они просто готовятся, прикрепляют свои документы, делают нотариально заверенные переводы, прикрепляют заявление, потому что очень много ошибок. И каждый раз мы пишем им о том, как нужно изменить, как нужно прикрепить тот или иной документ, а так уже прием заявления открыт с 1 марта для граждан, для иностранных граждан. Скажите, а какие документы нужны при поступлении? Кому именно? Иностранным гражданам или русскоязычным? Ну, я думаю, начнем с русскоязычных. Ну, по прошлому году система, видимо, останется неизменной. Это из документов нужно будет прикрепить скан паспорта первой странички и прописка, отсканированные документы, заявление о согласии на обработку персональных данных, фотографию, документ об образовании, диплом и вкладыш его. То есть приложение, аттестат, это все отдельные вкладки, нужно внимательно читать. И, безусловно, это заявление о приеме, заявление о согласии на зачисление. Но это последний, наверное, момент, если кто будет поступать онлайн. Насколько мы понимаем, прием будет вестись и оффлайн, и останется с прошлого года онлайн-подача заявлений. То есть те люди, которые не смогут приехать по причинам эпидемиологической обстановки, они также могут подавать документы онлайн. Но если мы говорим о бюджетных местах, то оригиналы документов, если они претендуют на бюджетное место, они должны будут прислать по почте. В любом случае, бюджет — это наличие оригинала у нас должен быть. Поступил достаточно забавный, на мой взгляд, вопрос. Скажите, можно ли поступить без ЕГЭ? Это в зависимости от того, как для определенных граждан можно. Например, граждане иностранных государств, они поступают, сдают внутренние экзамены. Хотя для них тоже есть выбор. Они либо ЕГЭ сдают у себя в отделениях Росотрудничества, либо же сдают внутренние вступительные испытания. Потом граждане, которые закончили среднее, имеют среднее специальное образование, они также по внутренним испытаниям. Без ЕГЭ вообще, вообще без экзаменов могут поступить те люди, только которые участвовали во всероссийских олимпиадах. То есть это люди, которые заняли первые победители всероссийских, и они имеют право на поступление без вступительных испытаний. Но это достаточно их очень маленькое количество. И если вопрос такой задают, то все эти олимпиады уже прошли. А вообще много людей бывает, что поступают именно по результатам олимпиад? Есть. Их не так много. В прошлом году у нас был один мальчик, который поступил без вступительных испытаний. Бывают они, но их не так много, к сожалению. Бывают победители, призеры, которым добавляются баллы за вот эти индивидуальные задания. Есть. Достаточно большое количество. Тогда, продолжая тему экзаменов, перейдем к следующим вопросам. Сколько баллов нужно набрать, чтобы поступить на бюджет? Смотря какое направление. Если мы говорим о медицинских направлениях, как лечебное дело, нужно понимать, что из 125 бюджетных мест, которые выделены на лечебном деле, часть из них уйдет на места целевикам и людям, вот как раз кто будет поступать без вступительных испытаний и льготникам. На общее пользование останется где-то порядка, наверное, 30 мест. И, соответственно, балл на общий конкурс будет высоким. В прошлом году мы закрыли последнего человека, взяли на места общего пользования с баллом около 250. На стоматологии из 15 бюджетных мест, собственно, там балл выше проходной. Биохимия также, мест бюджетных мало, их всего 12, на фармации всего 10. То есть все баллы там идут порядка 260-250 баллов проходные. Но это, я говорю, последний человек, которого мы берем. То есть средний балл, такой хороший проходной, это где-то 270-265. Смотрите, поступил еще такой вопрос, который касается количества баллов на платное. Минимальные пороги. Минимальные пороги. Они определятся позже. Да, позже. Ну, единственное, по прошлому году можно сказать. Ну, по прошлому году можно сказать, что 180 баллов это было лечебное дело и стоматология. 150 баллов это была биохимия, фармация. И все остальные, собственно, были по 150 баллов. То есть это вот платные. Но каждый раз по-разному мы пока не знаем. В этом году мы не знаем. Следующий вопрос. Все минимальные проходные баллы, они будут публиковаться на сайте приемной комиссии. Да, то есть минимальные пороговые баллы, они уже опубликованы в планах приема. Да, но суммарные баллы, они будут чуть позже. Ну, то есть ребята могут спокойно мониторить всю ситуацию. Отлично. Так, а вообще много ли бюджетных мест, в принципе? Реально ли поступить? У нас в нашем институте много бюджетных мест. То есть, например, биология бакалавриата это 155 бюджетных мест. По-моему, мы третий среди вузов российских, которые направление биологии изучают. То есть это большое количество мест, 155. А 111 бюджетных мест на магистратуру. То есть после бакалавриата есть реальная возможность поступить в магистратуру на бюджет. Лечебное дело тоже достаточно большое количество бюджетных мест, 125. Но опять же, из них уйдут на целевые направления. Это все равно бюджетные места. Стоматология 15. Педагогическое образование с двумя профилями 25 мест бюджетных. Ну, а формация и биохимия там меньше, естественно, там 10 и 12. Но самые такие направления, на которые хочется попасть, бюджетных мест достаточно. Как вы считаете, какая нагрузка у первокурсников? Тяжело ли им? Тяжело. Нужно понимать, куда вы поступаете, на какое направление. Действительно тяжело. То есть если мы говорим о биологии, ну, немножечко попроще. А если мы говорим о медицине, то те дисциплины, которые они изучают, это требует огромных усилий. И, естественно, это тяжело. Ну, а потом перестроиться после школы в вуз, совершенно другие правила. Никто за вами не бегает, там, как в школе, там, исправь и оценку. Такого нет. Поэтому, ну, это такой переходный момент, и он достаточно тяжелый. Поэтому поступать на такие направления нужно осознанно, мне кажется. Я как человек, который очень далек от вашего направления. И на самом деле для меня люди, которые идут на медицинский, они для меня какие-то герои. И вот в связи с этим вопрос. Сколько лет учатся на медицинском? Лечебное дело, биохимия 6 лет. В формации и стоматологии 5 лет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, точнее, расскажите про программы высшей школы медицины. Что именно? Такой вопрос не совсем корректный. То есть какие существуют, да, программы обучения? Лечебное дело, стоматология, медицинская биохимия, фармации. Что пользуется наибольшей популярностью? Лечебное дело, естественно, и стоматология. Расскажите, пожалуйста, также про программу педагогическое образование с двумя профилями подготовки. И где потом работать этим специалистом? Ну, образование... Ну, это хорошее образование на самом деле, потому что получает, имея биологическое направление, образование классическое, и также вы владеете английским языком ничуть не хуже, чем те люди, например, которые поступают в филологический институт именно на английский язык. То есть вы можете работать с учителями и биологии, и английского языка. Вы можете работать с переводчиками. В конце концов, сейчас в некоторых школах престижно преподавать, например, на английском языке. Собственно, вы владеете биологией, вы владеете английским языком, пожалуйста, вы можете преподавать биологию на английском языке. То есть спектр того, кем можно работать дальше после этого направления, он огромен, на самом деле. Было бы желание, куда его применить. Давайте немножко поподробнее поговорим про практику, которую проходят студенты. Как она вообще проходит, и есть ли практика у биологов? Конечно, у направления биологии бакалаврят есть практика, есть базы, есть базы на Белом море. Да, Беломорская, на Севьяшке, биостанция. Куча практик, потому что там есть практики по систематике растений, по ботанике, они собирают гербарии, зоологию беспозвоночных они там рисуют, тоже собирают жучков. То есть практики много, что у биологов и у медиков практики тоже много. С первого курса идут учебные, производственные, их достаточно большое количество. Просто мы сейчас перечисляем. Если есть желание узнать побольше про практики, то это, наверное, стоит прийти на день открытых дверей биологического факультета, который состоится в ближайшие 18 апреля, где как раз можно поговорить с представителями кафедр, заведующими. Кто может подробнее рассказать? Сотрудники покажут кафедру, покажут лабораторию, зоологический музей ознакомят, ну и подробно расскажут про каждую кафедру Высшей школы биологии. Мы также слышали, что у вас есть специальные кабинеты для отработки навыков будущих врачей. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Это, наверное, симуляционный центр и стоматологический фантомный класс. Конкретно рассказать это невозможно. Нужно видеть. Вот поэтому 21 мая будет день открытых дверей как раз медицинской школы биологии. Высшей школы медицины. Как раз там можно посмотреть и наглядно попробовать. Там на площади 400 квадратных метров сделали прям такой мини-виртуальный клинику. Там, где есть, собственно, и регистрация, палату общей терапии, хирургии и разные манипуляционные. Есть кабинеты УЗИ, где студенты и на манекенах учатся сперва смотреть, а потом друг на друге. Теперь возвращаемся к вопросам от наших зрителей. Еще один вопрос. Будет ли вторая волна на лечебное дело? В этом году есть изменения, которые коснулись приема. Будет всего два приказа бюджетного волны. То есть волны как таковой не будет. Будет первый приказ, который, по-моему, 30 июня выйдет. Это на льготников, цельвиков и лица, поступающих без вступительных испытаний. И 5 августа это будет приказ единственный на бюджетные места общего пользования. Если случится так, что мы не сможем одним приказом, там останутся бюджетные места, тогда приемная комиссия будет делать, наверное, запрос в Рособорнадзор. Я не знаю, как это будет решаться. Но эти места мы в любом случае закроем. Бывают случаи, когда отзывают, например, документы, поступают в разные ВУЗы. Остается в одном, но обычно не бывает. В нашем ВУЗе такое вряд ли будет. Теоретически можно, а практически узнаем. Практически, но это вряд ли. Поэтому стоит, наверное, уже конкретно определиться будет к тому времени ближе и принести документы туда, куда хотите, есть шансы. Потому что система-то открытая будет. Все будут видеть, у кого какие шансы, кто проходит, не проходит на бюджетные места. Причем вся эта система будет меняться, как только появляется новый оригинал с более высоким баллом. То есть все это в системе отражается, она открыта. Все свои шансы они знают. Скажите, а в принципе конкурс большой всегда на направление данное? Большой. С каждым годом он все... С каждым годом, да. И на контракт большой. И на контракт большой. Ну, будем честными, медицина, биология, без этого, наверное, жизнь представить нельзя. То есть, поэтому к нам желающие, кто хочет связать свою жизнь с медициной или биологией, достаточно большое количество, поэтому конкурс большой. Ребята, которые уже закончили или которые сейчас продолжают учиться на более старших курсах, да, чем первый, они в принципе довольны качеством образования? Да, думаю, да. Те, кто закончили, но большинство из них, не большинство, точнее, ну, достаточное количество, оно поступило в ординатуру. Она тоже у нас. Старшекурсники, кто сейчас заканчивает, нужно понимать, что для них наличие симуляционного центра, того, что может дать наш институт со своими лабораториями. И со всем оборудованием он огромен, и потенциал раскрыть свой, ну, вот в любой сфере можно. Поэтому, общаясь с ними, участвуя с ними в каких-то различных мероприятиях, где они представляют свой институт, я действительно могу сказать, что они довольны, и они достойно представляют. Многие из них остаются работать и продолжают дальше работать. То есть, ну, я не видела еще недовольных, действительно, тех, кто закончил. Бывают негативные отзывы, но, опять же, эти негативные отзывы могут поступать только от тех, кто был отчислен по определенным причинам. Потому что в медицине нужно учиться. Ну, скорее всего, сюда идут люди исключительно по призванию, точнее, исключительно из собственного желания, потому что, ну, иначе я не вижу, да, других путей развития. Бывает, родители тоже очень хотят видеть своих детей врачами. Да, разные. Такие долго задерживаются. Ну, статистику такую, конечно, мы не проводим. Статистику не проводим, да. Зависит от человека. Если человек хочет учиться, он будет учиться. Ничего сверхъестественного мы не требуем. У нас классическое образование в медицинском университете. То есть, возможности отработать свои навыки, да, манипуляционные, то есть симуляционный центр, пожалуйста. Собственно, университетская клиника есть, там, где это уже практическая база. Те условия, которые мы создаем. Ну, еще дополнительно, это большие лаборатории для того, чтобы они развивали научную свою составляющую, чтобы они умели писать свои курсовые, потом же дипломные работы, писали статьи, то есть проводили небольшой эксперимент. Ну, и, наверное, потихонечку будем заканчивать наш диалог. Последний вопрос. Почему абитуриенты должны выбрать этот вуз, а не какой другой? Потому что мы лучшие. Потому что, когда они поступят в наш институт, тогда они почувствуют, наверное, наших мифов. Другого тут сказать, наверное, нельзя. Краткая сестра таланта. Да. Отлично. Ну, что ж, спасибо большое за то, что вы посетили нас. Я напоминаю, что в гостях у нас были Валеева Альбина Альбертовна, а также Челимова Екатерина Игоревна. А с вами была я, Надежда Мещерякова. Это была программа «Инсталайв». До скорых встреч и спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альбина А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова